Ой, уже вышли, а я не вижу. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте. Сто лет не выходило к вам. Сейчас я сделаю потише телевизор, потому что я настолько в шоке от того, что сейчас произошло, что собор Парижской Богоматери не уберегли. Вообще просто ужас, просто ужас. Как можно было не уберечь собор Парижской Богоматери? Все равно, что наш храм Василия Блаженного или Кремль, это невозможно. Как могли такое сделать, не знаю. Где Маша? Так, Маша. Маша от меня сейчас скрывается, дорогие мои. Я пока была сейчас на работе, а я допоздна целый день. И я даже не видела, оказывается, еще прямой эфир вроде бы был. И потом я смотрю по дороге, еду, уже сториз вижу. И вижу у нее... Так, что-то у Маши... У Маши не знает, чего будет. У Маши будет такой... Нагоняй. Ну, я не знаю, добро. И как приятно вас видеть. Ой, я вас тоже всех очень рада видеть и слышать. Не видите? Она не... Если выйдет она в эфир, вы мне скажите, потому что я пока... Не вижу. Да, я вот сейчас читаю про... Здравствуйте, здравствуйте. Шири, Декот. Вот я не знаю. Здравствуйте. Ой, вот хорошо бы пришло. Хорошо бы все ко мне пришло. Димашенька моя золото, сынок. И слушайте, вы мне всегда так радуете. Вот поверьте. Я всегда жалела деньги на цветы. Я всегда даже племяннику говорила. Не надо мне цветы. А он говорит, я вас не спрашиваю. У меня на дне рождения всегда дарил цветы. И сыночек всегда дарит цветы. Ну, сынок мне вообще и подарки дарит. И вам чудесного вечера. Ну, вот представляете? Вот прям я... Почему я вышла в эфир? Я не смогла вообще пережить того, что горит собор Парижской Богоматери. Вообще для меня просто шок. Я вообще... Знаете, я всегда так... Стараюсь не переживать, но тут я просто не могу. Так. Я не знаю, Маша кем вернется. И пока что она не возвращается и боится меня, потому что... Я вас тоже очень люблю. Розина, Олечка, да. Помоля. Да, спасибо просто. Да, спасибо. Ой, спасибо вам всем, мои дорогие. Я как на поле чудес. Мне все как этому говорят. Приятные вещи. Подарки хотят сделать. Да, как у вас дела. Довернулась с работы и сижу, телевизор смотрю вот этот. Вот я не могу. Честно говоря, надо мне отключиться, переключить на что-то. Я включила, думаю, ну, посмотрю что-нибудь. А тут горит собор Парижской Богоматери. Ну, я вообще просто в шоке. Потому что, вот, слушайте, я не смотрю, что с Машей-то было. Я не смотрю, мои хорошие, любимые. Где Маша? Маша скрывается, я вам честно говорю. Вот я думаю. Слушайте, горит такой собор. Надо же было просто, я не знаю, ну, 400 машин там у них, ну, какие там 400. Ну, неужели у нас не такая техника? И сейчас я плохо буду видеть, и вообще тогда не смогу с вами разговаривать. Одесса. Ой, Одесса. Да, очень хотела бы там побывать. Да, от нервов все. Нет, нет, не могу, не могу. Я когда увидела, то вот здесь вот у нее капля крови, нос вот так закрыт, чуть не умерла. Ой, я столько уже пережила с ней всего этого. Я не хочу больше этого переживать. Ой, ужас, носик мой родной. Маша, Маша, ты где? Где ты? Почему боишься меня? Ты правильно делаешь, что боишься, Маш. Боится она меня. Вот я тебе дам, Маша. Не хотела она говорить. Я увидела в сторис. Что мне говорить, когда я в сторисе увидела вот эту кровь на носу? Почему ты делаешь все, когда меня нет? Машенька, Маша, Маша. Хочется прямо слово на тебя мне тоже матерное сказать, Маша. Да что, хорошо. Не знаю. Боится, булочка, боится. Булочка. Какая она уж булочка теперь. Она надо мной не издевается. Она над собой, дорогие мои, надо мной нет. Она очень меня любит, знаете, очень любит. Машенька меня очень. Вообще дети у меня золотые. Не придешь домой? Ну, может быть, это и правильно сегодня. машенька. М-2 закаляет. Ой, я не видела и не буду смотреть. А что, прямой эфир есть? Веснушечка. Ну, Инночка, ну как? Ревнем по жопе май-май. Да, да, дорогая. Где, Маша, ты? Только попробуй мне сейчас. Вот, давай, иди. Ой, ну вы скажете тоже. Господи. Спасибо папочке за носик, потому что у мамочки был, все-таки у моей мамы был немножко клубничка вот такой, а у папочки вот такой хороший. Машуля боится идти домой, волнуется, не ругайте. Ну, да, Маша. Знаете, что я вам скажу? Ну, вот так бывает. Маша сегодня целый день помогала какой-то, помогает людям, помогает девочкам, про которых вы не знаете, разговаривает по телефону, помогает. Господи. Да, вот бывает так. Да, лапочки мои. Моя мама говорила, а что есть? Да, вы знаете что? Мама есть мама, это правда. Как день прошел? День мой прошел так. Я поехала сегодня в школу искусства Жуковские, у меня там замечательные детки, сыграла одной девочке, она играла, обыгрывала госпрограмму, ну, она заканчивает школу, должна музыкально, но очень хорошая девочка, и хорошо сыграла. Она до этого отдыхала, каникулы же были, и она выезжала в Питер, и представляете, приехала сегодня, по-моему, или вчера, и все сыграла прекрасно. Вот, так дальше я перейду. Так, что там, здравствуйте, я скучаю, Павьева тоже, привет, Олечка Божья. Нет, нет, не хочу смотреть. Знаете, что у меня, вот, извините, значит, панно красивое, вот, а Машуля где? Те, что у нее, ну, сделано, то сделано. Маша мне все помогает. Я скажу, вот дети, конечно, золотые, что я могу вам сказать? Ничего не могу сказать. Солнышко, иди скорее домой, Машенька. А время-то сколько сейчас? Время-то сколько, вот я думаю. Сейчас я включу, посмотрю. А сколько? До полдвенадцатого, я не знаю, да. Какое счастье, так что, наверное, иметь такой оприк был. Ой, ну, и меня вообще, я честно скажу, дети меня все очень любят. Прям вот там в школе, я рада. Но сегодня, видимо, первый день после каникул, такой тупняк у них, и я думаю, боже мой, я прям вот сижу, думаю, ну, что ж такое. Ну, правда, одна хорошая пришла, Стефания. Она прям мне хорошо сыграла, Стефанечка. Кончик-опух. Маш, кончик-опух. Кончик-опух. А как понять, что муж завел кого-то на стороне? Они все заводят кого-то на стороне, и так и понимаете, и принимайте, что они все заводят. У нас, знаете что? Наши мужики развратили всех девочек наших и сами развратились. Маш, слышишь, что говорят? Машенька, ты, конечно, можешь прийти? Давай. Вы знаете что? Я вам так скажу. Я Вову, ну, люблю просто очень. А Вова, он, знаете, как ложится ко мне. Подходит и в голове ночью, так смотрит, я это или не я. Или если это я, он так падает. Причем падает он на подушку, затылком к затылку. Он почему-то не ложится ко мне лицом, а ложится спиной ко мне, видимо, под защитой что-либо. Я не знаю. Мамулечка будет ругать. Мамулечка, ну как буду, конечно. И будешь еще, Машенька, ну я вообще, конечно, Жанна моя, Жанночка. Нет, с температурой нельзя гулять. Да откуда вы знаете? Правда, да, пройдет, я на что температура тоже... Так. Это Стефания. А петь Стефания, это Стефания, Стефания, ты что, ты не можешь, это моя девушка, ты моя Стефанечка, это ты меня смотришь, не может быть. Ты что не спишь так ночью, мама тебе сейчас задаст, если ты Стефания. Или это другая Стефания. Ну я посмотрю, потом я у нее узнаю. Представляете, сегодня одна меня спрашивает, Ольга Дмитриевна, а вы, у вас есть свой инстаграм? Я говорю, а что ты спрашиваешь? Она оказывается меня. Говорит, ты знаешь, я там иногда бывает хулиганью, такие посты выкладываю, ну такие. Она так, я смотрю, я вас лайкаю, ой, господи, думаю, ну что ж такое. Вова Золот, я его тоже обожаю. Маш, а я Машенька плачу, когда я увидела кровь, я прям заплакала сразу. Знаете что, это все делают, вот сейчас, Машенька, я тебя тоже люблю, доченька. Ой, господи, Чика, господи, Чика, мои хорошие, господи. Да вот, я знаете, я и вышла в эфир, потому что не могла одна пережить того, что горит Нотр-Дам. Это же такая вообще всемирная совершенно, ну просто, я не знаю, историческая ценность. И как могли не уберечь Нотр-Дам-де-Пари, я вообще не знаю. Просто в голове не укладывается, это же в голове не укладывается. Может быть, знаете что, я уже думаю, помните, когда-то, сейчас слышали про, да ужас, я, где Маша, Маша прячется от меня, скрывается. Так, сейчас. Да, конечно, что я ее убью, что ли, вон сердечки мне шлют, Машулечка. Вы знаете, что, я думаю, помните, ой, слушайте, я все пропустила, все. Когда-то кто-то там высказался, помните, высказался, ну, кто-то высказал, ну, господи, все, ну, все, по старости, высказался против, вообще, какие-то нехорошие вещи были против Христа сделаны, помню, то ли шаржи, то ли что, я не помню. Конечно, это не останется просто так. Вот я вам, почему говорю, никогда не говорите ничего плохого, потому что, дорогие мои, это все-таки возвращается. Вот возвращается. И кого-то и застрелить хотели, по-моему, и кого-то стреляли, в кого-то и убили. И вот сейчас Нотр-Дам, это не проходит бесследно, но не нужно делать плохо людям. Я блокировала ее, блин, на эфир. Кого, Машульнка? А что, а кто? Ну, не знаю, это же будет расследование. Я говорю, ой, спасибо. Кто это пишет? Мне все это кошелево. Кошелево. Спасибо, золотка. Маня переживала, но она знает, что я очень переживаю. Я очень переживаю. Думаю, боже мой, бог меня вот спас, что я ничего не делала. А девочки сейчас все делают. Вот видите. И вот смотрите, Маша тоже всегда говорит, нужно нести добро людям. И я иногда думаю, Маш, ну как же ты не обиделась на кого-то? Как ты можешь, Машенька? Передайте привет кому сейчас? Ольга Дмитриевна, передайте привет Кристине, Кристине из Курска. Кристиночка из Курска, дорогая моя, кто-то тебе передает привет, я тебе тоже передаю от нее. Спасибо, моя хорошая, пятерки, это меня наставили, Натали прислала все. Маш, магаз, зачем магазин? Ночью, какой магазин вы ее посылаете? Не надо никуда идти. Самаре привет, ой, 0707. Маш, ты где? Маш, Курска, переживаю, вот, из-за носа переживала, из-за этого переживаю, Нотр-Дам-де-Пари, казалось бы, мне, в общем, все равно, главное, вроде бы, что не у нас, но на самом деле, знаете, переживаешь за Францию. Франция красивейшая страна, наверное, я так хотела бы там побывать. Вова с Машей, она его таскает за собой. На ужин, у меня сегодня шикарный был ужин, я ездила в Жуковский, и там есть Дом культуры. В этом Доме культуры, я вот сегодня я приехала на час раньше, я выехала и так шофер гнал, еще боялась, хотела сказать, вы кого везете, людей, думаю, буду сейчас ругаться. Нет, не стала ругаться, заехала в Дом культуры, поела там супчик, нет, что-то я долго ела сегодня, не супчик, а, капец, пюре, и поела, вот, купила себе пирожков, купила с луком, с мясом, купила себе ватрушечки, ну, это Маша ватрушечке, и плюшки, все съела. Поэтому я не готовила сегодня, какой ужин, я вот когда устану, а потом я сегодня еще, знаете, перед работой развешивала платье Машу, она вот, приехали, мы сложили их сначала, а потом надо их развесить было. Тяжело ли решиться? Ну, смотря кто вы, и по какому поводу вы хотите, Маша Золотая, по какому поводу вы хотите решиться? Вот, например, у меня, конечно, была очень, ну, ситуация, конечно, критическая, я поехала спасать Машу, просто из-за анорексии, и я находилась не рядом, ну, сколько возможно. И, знаете, сначала очень тяжело. Я жила вообще, знаете, где в другом городе, и ездила оттуда каждый день к Маше с утра, и мне, ну, как бы, как вам сказать, я дома тоже была, но иногда у меня была такая ситуация, что мне негде было даже в туалет пойти. Вот было так. Было очень тяжело, но если вы живете, если что и куда, то голодная. Машенька не будет голодной никогда у меня, вы понимаете, мои дорогие. спасибо, Алисенька, спасибо, моя. Да, главные люди не пострадали, я тоже считаю. Ну, Маша, что я сделаю, что захочет. Пирожки я люблю. Она, знаете, как она обычно, Машенька моя, внутренность из пирожков, а я могу даже тесто съесть. Я и тесто люблю, я все люблю. Вы знаете, что? Нет, конечно, Леночка, ну как я все могу съесть? Нет, конечно. А, конкурс купальников? Да. Ну, вы знаете, что? Я не буду тогда в конкурсе купальников участвовать. Я считаю, я в таком возрасте, когда могу не участвовать. Да, Маша такая вот. Вот, вы знаете, что? Мне такое чувство, что у нее опять начался бронхит. Она опять так духать стала, так кашляет плохо. Причем она, знаете, когда надо куда-то выйти, она одевается очень холодно. Она надела, например, куртку, ну, я ее повесила уже, из страусиных перьев. Вот, как мне сейчас ромашки прислали, вот такая куртка у нее, из страусиной кожи. Красивая. Страус, конечно, жалко, но куртка очень красивая. Вот, ей подарили на день рождения. Очень хороший человек, наш друг. Так кушать захотелось, мои хорошие. Слушайте, цветочки присылается. Да, Машенька прячется. Маша приходит к себе. Ну, я не думаю, что она на улице. Она где-то, я думаю, она где-то. А, конечно, на улице не будет. Она все-таки, мозги есть? Да. Нереально, да, без слез. я не буду смотреть, я не буду смотреть. А как... Ой. Вы знаете, в этот момент, не знаю, как-то вот какая-то была такая вот... Ну, я не... Знаете, что я вам так скажу? Когда Маша была потом уже с Кристиной, сейчас я перелистаю, сейчас. Вы знаете, все. В общем, один... Я не могу вам включить. Ой, засыпай, моя дорогая. Значит, так, я вот сейчас перелистаю все, потому что я не успеваю. Когда я читаю одно и начинаю отвечать, я уже... Извините, вот извините меня, что я пропускаю другое. Один журналист из Питера написал, Маша, спасибо вам большое, вам и Голанду, что вы раскрыли вот для меня, не причину, а вообще какое-то страшное заболевание, анорексия, что он никогда раньше так близко не знал. Он говорит, я слышал об этой болезни, но даже представить не мог, каково это. И вот только когда он увидел Машу, ну, фотографии, и увидел потом Кристину, он понял, на самом деле, как это страшно. потом это еще была Дашенька с Машенькой, ну, слава Богу. Да, я не буду плакать, нет, я не плачу, мои хорошие, я вот смотрю, это, у меня тут телевизор включен, и слушаю край муха, ну, я не хочу. Это, как, знаете, когда-то вот башни эти, по-моему, 11 сентября, что ли, загорелись, помните, башни в Америке, я тоже не могла это, это вообще невозможно оторваться, и невозможно пережить, как там людей отрезало, и они просто умирали. И вот сейчас, ну, слава Богу, поэтому, что здесь, ну, пусть он восстановит его через 10 лет, говорят, и все будет хорошо. Так вот, он сказал, этот журналист, что благодаря Маше и Голланду, он узнал изнутри вот эту страшную проблему, у нас ее не понимает, и многие вообще не понимают и думают, что люди дурью маются. На самом деле, это ведь, это тоже трагедия, и эта болезнь на одном из первых мест стоит, опережают все. И главное, что от нее гибнут, знаете, кто самые молодые, самые красивые, умные, талантливые дети. Вот что происходит. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Вот, не могу, ТМВ и много цифр. Спасибо, Натальечка, да. Спасибо. Я вас тоже люблю, моя хорошая. Аиночка, ну, и ты моя хорошая, конечно. Как ваш сынок? Вы имеете в виду, сыночка моего? Мы созванились, вчера очень много с ним говорили. так, 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 да, 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 страшно, и Нотр-Дам, и вообще страшно, анорексия страшно. Машенька не думай, она где-то сейчас находится, но я думаю, она в безопасности, поэтому я не расстраиваюсь. Я знаю, что она с Вовой никогда бы не таскалась где-то по улице, чтобы он замерз, поэтому вы, мои хорошие. Так, а где Машуля? Как Машу? Что пила? Маша пила что-то? Не знаю. Не знаю. Не вряд ли она что-то пила. Вообще, вы знаете, я вроде бы вот слабая, на самом деле. Я такая, ну, правда, потому что я была всегда очень хохотливая, смешливая, юморная. На самом деле, жизнь, она закаляет уже к старости, я стала сильная. Я стала сильная. Ну, я сейчас буду ей звонить. Конечно, не сплю. Кто спит так рано? А сейчас сколько время? Ну, 12 часов. Сейчас лягу. Конечно, лягу. И вы не спите, и я не сплю. Вы что думаете, чем так отличается 20-летний от там, 68-летних? Нет. Даже вам больше хочется спать, чем мне. Сейчас лягу. Цикл? Как? Как Машцикл? Ой, конечно. Конечно, вернулся уже давным-давно. Про разницу внутреннего слуха и про... Ой, не успела прояснить. Вы знаете... Сейчас. Зачем вам обращаться куда-то? Никуда не обращайтесь. Внутренний слух. Вы знаете, у меня сын очень пел фальшиво, когда поступал в музыкальную школу. Спасибо, пожалуйста, девочка. Да, у меня воевала на фронте. Не воевали мама с папой всю жизнь, не всю жизнь, всю войну прошли фронт с ансамблем песни и пляски. Папа играл на баяне, аккомпанировал всему ансамблю, а мамочка пела. Да, так что я позвоню сейчас. Ой, спасибо, Натальичка. Спасибо, моя хорошая. Может быть. Да вы знаете, со мной мама была всегда рядом, и так это хорошо было, тут вот есть люди, которые пишут, вот, почему вы всегда с Машей, почему вы с ней, Господи, это такое счастье быть с мамой, которая поддерживает всегда, которая всегда поможет в трудную минуту. Вот, когда они будут рядом, ну, тогда Бог поможет и закалиться, и выдержать, и вы поможете, и все будет нормально. Поэтому я не сомневаюсь, что она выстоит все и выдержит все. Так надо. И так в жизни есть, и так было, и так будет всегда. Да, правильно, Алиса, Лиса, Алиса, правильно написала, правильно, про внутренний слух. Ну вот, и он когда поступил, и он пел фальшиво, он не мог управлять совершенно, а потом, когда он заканчивал, сказали, он самый, чище всех спел. Но внутренний слух, надо просто развивать, развивать его, и все. Потому что, знаете, вокалисты иногда поют и думают, что они так громко поют, ярко, а на самом деле их и не слышно. А вот, когда певец поет и говорит, ой, я себя совершенно не слышу, а голос весь вышел наружу, вот это правильно. Конечно, счастье, мои дорогие. Конечно, Олесенька, это счастье. И все, всем хочется быть с мамой. Вы знаете, иногда мне еще пишут у Маши в эфире, вот Маша, убери старуху с экрана. Вы знаете, что? А ведь все станут, так, сейчас только, все станут, Маша пишет, что ли, я не прочитала, такого возраста, как я. Поэтому, я думаю, если они мне пишут так неуважительно, значит, они так же неуважительно относятся к своей маме, к своим родителям, потому что не может быть по-другому. И они не понимают, что в любом возрасте своя прелесть, и нельзя отталкивать людей пожилого возраста, нельзя обзывать их старухами или кем-то, нельзя, потому что потом с ними может произойти то же самое, и наверняка произойдет, если доживут. конечно сын, но сапух, господи, ну, я уже, Машенька, знаешь, что, я пойду, наверное, встречу тебя, и, потому что переживаю очень за тебя, приветствую всех, все страны, я тоже приветствую. Мама, они лезут в эфир, это не тактично, мама, что, мама какая, вы знаете, что, вот вы мне очень часто пишите, пока что, знаете, не здравомыслящее, это, который уже писает по себя, мажет стены какашками, у меня были такие знакомые, дочки жаловались, поэтому вы за меня пока не волнуйтесь, за себя волнуйтесь, дорогая, я, так, Машуль, молодец, конечно, нормальные люди не обижают, это, знаете, бывают такие, я не обращаю на них внимания, вот, что-то еще хотела сказать вам, не всех вижу всегда, где же я нашла что-то, знаете, что-то еще хотела сказать вам, я сейчас переключу, вы знаете что, так, мамочка, Оля, все, спасибо, Натали, спасибо, дорогие мои, я так рада, что я с вами, если будет у меня силы, я еще с вами встречусь и поговорю, спасибо вам огромное, что вы есть у меня и у Машеньки, поддерживайте всегда мою Машеньку, я вас очень прошу, и мои вот подписчики, кто у меня, пожалуйста, вы знаете, вот мне можете ничего не ставить и не лайкать, но Машеньке ставьте, пожалуйста, мои комментарии и какие-то отзывы, она очень любит, когда ее лайкают, пожалуйста, я вас всех люблю и целую, обнимаю, удачи вам и спокойной вам всем ночи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok